Культурный центр «Чистай» стал первым пунктом рабочего визита лидера Татарстана Рустама Миниханова в наш город. Перед тем, как он встретился с активом Чистопольского муниципального района, его внимание привлекла организованная в холле культурного центра выставка, где было представлено все многообразие, производимое в Чистополе продукции. Кроме того, она рассказывала и о деятельности организации города, в частности, радиокомпании «Вектор», Чистопольского местного отделения Русского географического общества поискового отряда «Выстрел» и многих других. «Ваш район» один из крупнейших, и, конечно, он занимает достойное место экономики и социальной жизни республики. Мы посетили выставку, увидели те предприятия, которые сегодня не только масштабы республики, но и масштабы всей страны конкурентны, имеют хорошие перспективы. Но я думаю, что в этом направлении нам еще необходимо очень серьезно поработать. Осмотрев выставку и пообщавшись с представителями предприятий и организаций города, Рустам Миниханов уже в зале ознакомился с основными социально-экономическими показателями нашего района. Так, объем отгруженной продукции за 8 месяцев составил 7 миллиардов рублей. На территории Чистопольского района осуществляет свою деятельность 31 крупное и среднее предприятие, 537 малых предприятий, развивается частное предпринимательство как в городе, так и на селе. Создано 27 семейных ферм. Ознакомился Рустам Миниханов и с тем, как реализуются в Чистопольском муниципальном районе республиканские инвестиционные программы. В сельских поселениях муниципального района сегодня делается много клубустройства. Очень организованно проходят референдумы по самообложению. Жители деревень, почувствовав вкус программы, когда на каждой собранной населением рубль, республика своего бюджета выделяет 4 рубля и получается солидная сумма. По данной программе в селах отремонтированы дороги, восстановлено уличное освещение, обустроены кладбища и многое другое. Вариитет направления нашей деятельности был и остается строительство объектов социально-культурного направления и жилья. Без сомнений можно сказать, что благодаря республиканским программам в городе и районе не только улучшились условия жизни населения, Чистополь вообще заметно преобразился, стал, так скажем, более привлекательным для гостей. В рамках программы парки и скверы реконструировали он молодежный, сквер молодежный. Построен в официальный центр в селе Каргари на 300 мест. Начал работу новый ФАП в селе Шаркино. Построено здание для ветеринарной службы в селе Мусулькино. Открыли четыре универсальные спортивные площадки. Две в городе и две в селах. Два участковых уполномоченных полиции справили новоселье. На них построены инфраструктивно-жилые комплексы в селе Кубасов и Каргари. Капитально отремонтирован летний лагерь «Ровесник», на базе которого с удовольствием провели отдых 350 детей. На встрече с активом города в этот день не только подводились итоги проделанной работы, но и ставились новые задачи. Рустам Миниханов заявил, что Чистополь должен стать туристическим центром. Для этого есть все возможности. Географическое положение – богатая история. А работа со Всемирным банком и Министерством культуры России открывает для нашего города большие и очень серьезные перспективы на будущее. Рустам Миниханов также отметил, что Чистополь должен стать экономическим центром. Красота красотой, нужны рабочие места, не только туризмом. Должна быть реальная экономика и то, что наше желание создать индустриальную площадку, ее обязательно надо раскрутить, потому что географический и человеческий потенциал, все вопросы вроде бы есть, нужно решить так, чтобы Чистополь должен стать экономическим центром. Это очень важно, потому что все эти вопросы связаны и с демиографией, и с закреплением молодых кадров, связаны с наличием перспектив. Мы можем сделать красивые набережные, парки, скверы, бассейн, но если не будет бизнеса, если не будет рабочих мест, конечно же, вся эта наша работа, она не даст тот результат, который мы хотим. Завершилась встреча с активом Чистопольского муниципального района одним из наиболее приятных моментов. Рустам Миниханов наградил медалью Республики Татарстан несколько чистопольцев, которые заслужили их своим доблестным трудом. Продолжение следует...